На сегодняшний день наблюдается стремительное развитие высоких технологий, интернет-ресурсов и переход книг в электронный формат. Поэтому в Жамбулской обусловной универсальной научной библиотеке имени Шухана Валиханова введен проект оцифровка книг, храняющих нашу историю. Вся данная работа ведется в соответствии с законом об авторском праве и смежных правах. Электронные библиотеки сегодня стали важнейшей составляющей интеллектуального пространства в интернете. Внедрение цифровых технологий в работу библиотечных фондов создает новую модель коммуникативного взаимодействия между библиотекой и читателем. Мы имеем право оцифровывать без разрешения автора или его наследников только книги 70-летней давности издания, не менее, не моложе. А вот что ведется с местными авторами, это на основе составления взаимного договора, они нам дают свое разрешение или его наследники того или иного автора дают нам разрешение. Мы на этом основании оцифровываем его труды. И на сегодняшний день у нас более около 6,5 тысяч книг из депозитария, то есть из тех 9 тысяч, уже оцифрованы, очищены. Более 450 книг у нас уже отправлены в фонд Национальной электронной библиотеки Казахстана. То есть мы занимаемся пополнением фонда этой библиотеки. Это все проводится в рамках сохранения культурного достояния нашей страны. То есть там в фонде Национальной электронной библиотеки создается основная база, основная электронная коллекция этих ценных изданий. И вот мы ежегодно, оцифровывая, отправляем туда наши электронные версии и, естественно, еще и на свой сайт. На сегодняшний день 470 книг отправлены туда, а более 6,5 тысяч книг, они уже доступны нашим читателям электронной версии. Все, вся эта литература, она касается и экономики, развития нашей страны, истории нашего народа с всех времен. И поэтому она очень необходима. И эти издания, они на сегодняшний день уже не переиздаются. Также в данной библиотеке и имеется бродкастинг-зал. Это еще один шаг на пути к тому, чтобы областная универсальная научная библиотека стала по-настоящему библиотекой электронной. Ведь зал предоставляет для читателей очень широкие возможности. Так, в помещении вместимостью 30 человек установлена видеокамера. Созданы все условия для проведения видеоконференций.